Потому что парламент никаких решений не принимает. Я в целом не являю никакого серьезного политического решения, которое бы принималось в зале парламента. Я уже давно в этой студии, Андрей, говорил, что парламент в первую очередь, потому что мы живем в парламентской президентской республике. Правильно, у нас формально парламентская президентская республика, но никакого серьезного решения в парламенте не принимается. Они принимаются на банковой, они принимаются в доме уряда, но точно не в парламенте. Поэтому тут, на жаль, все логично. Другое вопрос, что так как парламент выведен из политического процесса фактически в Украине, так и украинская влада выведена из политического процесса за межами Украины. Потому что, на самом деле, мы все прекрасно понимаем, что МВФ это не односторонний процесс. Если есть меморандум, там уже есть две стороны. В соответствии, функция и миссия украинской влады защищать наши национальные интересы. И если они не умеют этого делать, если они не могут этого делать, если они согласятся на крайне невыгодные для нас условия, а я уверен, что там крайне невыгодные для нас условия, там будут обязательно вопроса Земли. Это 100%. Там будет вопрос о приватизировании стратегических активов, которые остались в Украине за беседу сейчас раздать олігархам в воюющей стране. Там обязательно будет вопрос о повышении пенсионного века. Там будут вопросы, которые касаются спрощенной системы оподатирования. В этом нет, то есть и ликвидации. Цего допустить не можно. Это просто может спровоковать в Украине социальный выбор. И поэтому функция влады защищать национальные интересы. Но, поскольку они пиклуются лишь по обеспечению своих коррупционных схем, им цікаво защищать свои коррупционные активы за кордоном. Они готовы сдавать национальные интересы, чтобы защищать свои коррупционные вещи, которые для них, очевидно, очень сильнее. И, понятно, что в этой ситуации мы опиняемся в моменте, когда украинские национальные интересы, по сути, заканчивают не макому, кроме самого украинского народа, который, конечно, должен сказать сейчас свое слово. Потому что то, что нам будут навязывать, абсолютно для нас неприятным. И основное, что в этой ситуации мы должны понимать, что этот миллиард, безусловно, звучит очень много и серьезно. Но в масштабах нашей экономики это не есть те деньги, за которые мы должны сдавать свои стратегические, экономические ресурсы. Это не лекарство, а сегодня припарка. Мы должны выходить на самодостатность. Из нас делают сировинную колонию без права голоса. И украинская влада грает роль полностью в этом сценарии. Перетворить нас в такую безголосную колонию, которая постачает сировину, которую полностью за кордоном навязывают, что делать. Плювать они хотели на наши национальные интересы. Они живут за кордоном. У них у всех подвольные, подвольные, четверные гражданства. Они не имеют никакого отношения по великому рахунку до этой страны. Поэтому нам нужно изменять политический процесс в середине. И тогда будет та влада, которая может на выгодных для нас условиях договориться и с МВФ, и с любыми другими международными структурами.